В Шамкенте загорелась квартира на пятом этаже в жилом комплексе Нью-Сити по проспекту Бэйдзи-Бегби. С огнем пожарные боролись в течение часа. В итоге удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние квартиры. Прострадавших нет. В полиции ответили на обращение жителей улицы Сайрамская. Горожане просили установить искусственное возвышение, предназначенное для того, чтобы водители сбрасывали скорость на данном участке дороги. В полиции заявили, что согласно установленным стандартам, указанный участок дороги не относится к местам, где применяются искусственные дорожные неровности. А по факту дорожно-транспортного происшествия на пересечении улиц Турикулова и Сайрамская, где столкнулись четыре автомобиля, в отношении водителя Hyundai StarX составили административный протокол. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 20 апреля по улице Гагарина. По предварительным данным водитель скутера, которому, по словам очевидцев аварии, было около 50 лет, допустил столкновение с автобусом из-за отказа рулевого управления. Свидетели ДТП вызвали скорую помощь, но помочь пострадавшему медики не смогли. Мужчина от полученных травм скончался. В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скачался на месте. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. В автобусе на момент аварии находились пассажиры. Пострадавших нет. После ДТП скутер и автобус отбуксировали на стоянку для выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП. Автомобиль БМВ сгорел в Датлавшем Кенте. Иномарка подъехала к пересечению улиц Назарбаева и Шехметова, когда из-под капота начали вырываться языки пламени. По предварительной информации, за рулем была женщина. Она успела остановиться и выйти из горящего авто. Очевидцы позвонили в пожарную службу. Прибывшие пожарные расчеты в количестве 12 человек и двух единиц техники ввели стволы с пеной натушения и охлаждения конструкции автомобиля. Ликвидировали возгорание. Однако, несмотря на все усилия пожарных, автомобиль сгорел дотла. Происшествие обошлось без пострадавших. Сумма материального ущерба устанавливается. Знаватели сейчас пытаются установить причины возгорания. Не исключено, что авто загорелось из-за короткого замыкания. В Теркубасском районе женщина пришла в гости к знакомому и увидела во дворе незакрытую машину Volkswagen Golf. Воспользовавшись моментом, она похитила из бардачка 50 тысяч тенге. В отношении подозреваемой проводится расследование. Полицейские вернули похищенный велосипед. С целью легкой наживы непрошенные гости проникли ночью в чужой дом, перепрыгнув через забор. Они похитили велосипед, стоящий во дворе стоимостью 65 тысяч тенге и скрылись. Сотрудники Махтаральского районного отдела полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении кражи. Участковые раздают туркестанцам памятки о мошенниках. По мере развития информационных технологий, виды интернет-мошенничества также становятся все более распространенными и увеличиваются с каждым днем. А пострадавшие теряют значительные денежные средства. Полицейские предупреждают, нужно быть осторожными. Не отправляйте предоплату за товары и услуги и не разглашайте свои персональные и банковские данные. В Шумкенте торжественно встретили спасателей, которые принимали участие в ликвидации паводков. Почти месяц они проводили круглосуточные противопаводковые работы в Варшалынском, Басарском, Теленоградском районах Акмолинской области. Заложили больше 21 тысячи мешков, наполненных инертными материалами для укрепления дамб, а также откачали свыше 100 тысяч кубометров воды. В адрес шумкентских спасателей неоднократно звучали слова искренней благодарности от жителей области. Напомню, в Акмолинскую область было направлено 40 человек личного состава, 5 единиц техники, 15 мотопомп и лодка из Шумкента. Продолжение следует... Продолжение следует...